здорово всем дорогие друзья в этом видео я хочу рассказать вам о том как найти тян если вы нищий если вы мягко скажем не обладаете хорошей внешностью и если вы ну то есть обычный среднестатистический неудачник там у которых 80 процентов наверное ну как минимум на земле лиц мужского пола в общем вот такой как я я как видите урод нищий хикан социофоб и у меня собственно я никогда не было тян и в этом видео я расскажу вам как мне удалось найти тян несмотря на мои вот такие внешние данные но которые ну казались с которыми никогда мне ничего не будет светить вот в плане там отношений в плане еблистян в общем дорогие друзья для нормальных людей нет ничего такого чтобы выйти на улицу ну подойти к любой тян там сказать и ну ну при этом ну давай встречаться но для таких как я вот для таких как вы если вы считаете себя ну таким же для вас это большая проблема этот вариант сразу отпадает силу того что вы банально не сможете это сделать и во вторых если вы даже это сделаете обычно среднестатистический тян ну просто-напросто пошлет вас нахуй и ну поэтому для нас ну подойдет ну только определенный тип тян ну я назову его тип то есть этот тип но который согласится встречаться даже с такими как мы и это из-за того ну потому что ну такие тян ну как правило может быть несколько причин почему они будут согласны встречаться абсолютно без разбора с кем прошу прощения видео ворося люди из окружения услышали что я говорю якобы у меня была тян и сказали мне ну ты что долбоеб ты посмотри на себя в общем дорогие друзья нам нужно искать тян необычных а определенный тип тян ну которые будут согласны встречаться даже с такими в силу того что их жизненные обстоятельства ну так мягко скажем обязывают их встречаться там вообще со всеми без разбора я не говорю не про шлюх там не про проституток которые встречаются за деньги я именно говорю про обычных тян которые будут встречаться с вами не за деньги даже ебаться с вами но опять же все зависит от вас так дорогие друзья как найти тян если вы урод нищий у вас нет ни копейки денег в кармане и у вас никогда не платят нужно отфильтровать тян таким образом чтобы ванну попались тян ну как это называется социально незащищенные ну то есть может быть несколько причин этому это тян может быть не из полноценности семьи это раз это чаще все далее утян большие проблемки самооценкой далее утян не очень внешность ну такой вариант я думаю не многим но понравится то есть если она будет там жирная страшно но но таких к счастью они не все но такие дальше дорогие друзья если у тян есть там а определенные психические заболевания и она вследствие этого считает себя там неполноценной то есть как видите уже четыре причины и и как же найти вот таких тян дорогие друзья способы очень много я расскажу вам о тех какими пользовался и я лично сразу скажу что для знакомства с такими тян вам не подойдет обычный там средства для знакомства там сайты знакомства байду и тиндер вся эта хуйня нет но потому что они там сидят очень очень редко все то что у небольшие проблемы самооценки они никогда не зарегистрируются там не будут выставлять себя на показ для знакомства с этими тянут нужно искать специальные группы как правило это группы с определенными психическим заболеваниями то есть в контакте очень много групп которых там люди столкнувшиеся с одним и тем же заболеванием объединяются общаются то есть это может быть много чего но я вам не советую выбирать группу там посвященные шизофрении например ну потому что отношение с такой тян вам ну даже вам не понравится поэтому можете взять нейтральный диагноз вот как было с мной допустим обсессивно-компульсивное расстройство вот я сам лично им страдаю и тян с этим диагнозом они не то что ебануты там как случае шизофрении но она вот это очень сильно влияет ну поэтому вот можете найти группу ВК ну посвященная ОКР и и там найти тян большинство из этих тян скажет ну какую-то хуйню в стиле что им не нужны отношения ну это лишь такая ширма на самом деле ну такие тян в силу того что у них в жизни большие проблемы они ну будут рады как бы ну компенсировать эти проблемы любым способом то есть они страдают от дефицита внимания и опять же они не сидят на сайте знакомств и они будут рады если вы им напишите то есть естественно фильтруйте там чтобы не было в активном поиске вся эта хуйня дальше дорогие друзья вы можете найти тян у которой большие проблемы с жильем там негде жить ну то есть есть опять же много группы там ищу жилье там бля и негде жить там и в таких группах опять же тян будут готовы на все они будут рады встречаться даже с таким как вы но ради того чтобы ей не пришлось жить на мусорке опять этот способ очень сильно работает дальше дорогие друзья если у тебя там или нет одного там ну нет например мамки или бати либо нет обоих либо жутом с бабкой например либо же они у них есть у них большие ну проблем вот в семье там взаимопонимание вся хуйня опять же ищем вот такие группы где люди высказывают свои ну проблемы что у них там не недопонимание то есть эти тянут готовы на все лишь бы съехать оттуда но переехать к вам естественно ну целесообразность вот таких отношений где первую очередь они будут искать от вас личную выгоду вы скажете нахуя мне она такая тян если она со мной за чего-то ну на самом деле любые отношения даже если вы не урод если вы богатый любые отношения сами по себе они в них тянут искать личную выгоду да не только тянут и вы сами скорее всего будете искать личную выгоду то есть вы же не будете говорить ну прямо что я ищу у тебя для того чтобы тупо выебать, например. Вот так и она мне и скажет. Ну, то есть, отношения с вами по себе это, ну, такая вещь, что любой человек будет встречаться с вами лично ради выгоды. Найти именно тянь, чтобы она именно любила вас. Это даже при охуительных внешних данных, ну, почти нереально. То есть, это суть нынешнего мира. Все встречаются исключительно для личной выгоды, дорогие друзья. В общем, еще вот таких пару мест, где можно найти тянь. Во-первых, это Леонардо да Винчик, но есть ВК и в Телеграме. Вот. Там, как правило, сидят тянь, у которых есть проблемы со знакомством. То есть, среди них, там, мягко скажем, не будет 10 из 10. Ну, если вы, там, ни разу в жизни не ебались, там, а мешка, вот, у вас никогда не было тянь, как и у меня, то для вас это, ну, подойдет. Идеальный вариант, и, как правило, вам, ну, придется искать тянь, у которой на Ави не будет своей фотографии. То есть, такие тянь никогда не поставят, ее там может стать что-то вообще нейтральное. например, с аниме, вот, чаще всего, либо же, еще там какая-то хуйня, ну, то есть, абсолютно нейтральное. И это явный сигнал о том, что этот тянь, скорее всего, согласна с вами встречаться, вам не составит проблем выебать ее, вот, как было со мной. Я, ну, таким способом нашел около четырех тян, трех, ой, или, и, в общем, ебался с некоторыми из них, а с остальными не ебался, потому что узнал, что ну, они уже, ну, были вскрытыми, и, ну, для меня это неприемлемо, так сказать, ну, ну, поэтому нескольким из них мне пришлось отказать и слиться. В общем, дорогие друзья, этот совет, ну, подойдет всем, надеюсь, он вам, ну, помог найти тянь. Если да, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео.